По оценкам Всемирной организации здравоохранения ежегодно в мире регистрируется 330 миллионов новых случаев заболеваний инфекциями, передающимися половым путем. И этим обеспокоены уже не только медики, но и государственные деятели. И ведется огромная работа по преодолению этой проблемы. Что из этого получается, об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержке журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Ильдар Шакуров, главный врач Самарского областного кожно-венерологического диспансера, главный внештатный специалист-дерматовенеролог Минздрава Самарской области, заслуженный врач России. Здравствуйте. Ильдар Гомерович, я прям сразу с вопросами. Вот готовилась к эфиру и вижу, что в СМИ используются различные аббревиатуры. ЗППП, ИППП, БППП, СТЗ. Раньше все это называлось венерические заболевания. Вот это сейчас мы к этому перешли из деликатности? Ну, я думаю, нет. Дело в общем. Когда все-таки формировалась вот эта вот аббревиатура, как это должно выглядеть действительно, уже последние два столетия применялось такое выражение – венерические болезни. Они так или иначе были связаны, как это, заболевания любви или там французская любовь, французские заболевания. Вот. Но уже где-то последние 50 лет появилась аббревиатура другая. Вначале это были заболевания, ЗППП, заболевания, передающиеся преимущественно половым путем. Учитывая то, что потом оказалось, что заболевания – это в основном инфекции. И сейчас и в научной литературе, и в обиходе используется аббревиатура «инфекция, передающаясь преимущественно половым путем» и ППП. И в этом, когда мы говорим о венерических заболеваниях, мы предполагали, что их там пять основных заболеваний – это сифилис, гонореи, холомидии, трихомониаз, паховая гранулема и шанкроид, которых у нас в Российской Федерации. Шанкроиды уже давно не было. Вот сейчас вот паховая гранулема, есть такое заболевание. Сейчас тоже регистрируется, но это в основном в Самарской области этого заболевания не зарегистрировано. Ни одного случая. В Самарской области регистрируется в основном инфекции, передаваемые половым путем – это сифилис, гонореи, холомидиоз, трихомониаз и генитальный мекоплазмогениталиум. Это венерические заболевания. Но вообще инфекции, передаваемых половым путем, более 20. Помимо этих заболеваний есть еще та же самая ВИЧ-инфекция, контагиозный моллюск, может чесотка передаваться, грибковые заболевания. Значит, возбудителями или что вызывает инфекции, передаваемые половым путем? Они могут быть микробы, простейшие вирусы, споры вирусов, внутриклеточные бактерии и бактерии. Это вот в основном вот эти заболевания. А вот скажите, пожалуйста, почему из всех инфекционных заболеваний человечества, вот именно венерические, покрыты такой вот особой тайной? Да тут особой тайны нет. Вы знаете, вообще этих вопросов тайны, сами понимаете, быть просто не может. Секрет по лишенели. Но вдруг, вдруг, ни с того, ни с сего, мы в исторических документах находим то, что там еще Тутанхамон болел каким-то заболеванием. Или какой-нибудь очередной вождь откуда-то, у него там нейросифилис или был сифилис. Или там такой-то писатель умер от того, что у него было много любовниц, и он умер, значит, от того-то, того-то. Или такой-то, такой-то был нетрадиционной ориентации, и он, скорее всего, умер от такого-то заболевания. Ну, здесь больше, наверное, вот связано с тем, что это связано так или иначе или с любовью, или с чем-то похожим на любовь. Ну, вот обычно вот эти состояния, которые определяют, ну, наверное, быт и повседневную жизнь человека. Поэтому, естественно, вот эти проблемы венерических заболеваний, при разных, кстати, при разных общественных формациях, они были, подход был разный. Вот в 1916 году в Великобритании был принят закон о венерических болезнях, который, в принципе, признал... В 1916 году. Это как раз после Первой мировой войны, когда английские солдаты начали возвращаться с фронта, возвращаются, у них заболевания, они заражают жен, заражают проституток в борделях и так далее. Был принят закон, и решили всех лечить. У нас после 1917 года то же самое, война кончилась, война перешла в другую фазу, и, опять-таки, вот это общественное мнение чуть-чуть другое, в отличие от английского у нас начало формироваться. У нас были более жесткие законы, более жесткие правила определены в обществе, что венерические заболевания начали относиться к заболеваниям постыдным. Это не... Это заболевание не советского человека. Но у нас же секса не было, конечно. Хотя, вы знаете, секс, конечно, был, и он был такой, где-то в чем-то был открытый, где-то был закрытый, где-то было... Где-то это все дело показывалось, выпячивалось, но где-то нет. В основном общество было более терпимо вот во всех этих вопросах. Я ведь с 1986 года практически в этой... Даже с 1980 года это была интернатура, потом отделение работы, потом уже главные специалисты. 43 года я в венерологии. Я много, много подходов уже видел, как общество относится к венерическим заболеваниям. Вот такой свободы и такого толерантного отношения к венерическим заболеваниям еще, вы знаете, еще 20 лет тому назад не было. Как сейчас вы имеете в виду? Да, как сейчас, да. А вы знаете, я вчера читала статью одного из медиков, который обвинил общество и в основном-то СМИ в том, что в 90-е годы упали вот эти все вот барьеры, и сейчас стыд СМИ начало показывать и рассказывать все во всей красе. И именно поэтому случился такой вот разгул вседозволенности, что привело к вспышке заболеваемости. Вы знаете, вот ваши коллеги в СМИ отчасти здесь правы. Вот я начинал, я пришел в службу еще в 80-м году прошлого века, еще при таком устойчивом, хорошем, нормальном советском строе. В скобках морали. Да, и мораль, и нравственность была. Я помню еще сам, будучи заведующим отделением, я писал на предприятии о том, что вот у вас в цехе, в цеху, значит, столько-то больных сифилисом, столько гонореи, просим. Мы не называли тогда, не называли фамилии, не называли имен, естественно. Мы писали просто в цех такой-то, такой-то, завода «Прогресс», завода авиационного завода, и все заводы Кировского района, промышленного района, тогда я помню. Мы писали о том, что вот у вас столько больных сифилисом, столько гонореи, просим. А вы обследовали весь коллектив, что ли? Ну, мы считали, как вот, по приходу. И вот, вы знаете, мы писали это куда уж, мы писали в дирекцию, и вот мы предлагали им поднять, как это все. У нас установки такие были, идейно-политические, морально-нравственные, воспитание, провести, так это все. Мы выходили в цеха, мы выходили в администрацию, мы читали лекции, рассказывали про венерические заболевания. Вот это уже было. Для меня было первое, первое мое представление о том, что вот что-то меняется. Это было, когда в «Аргументах и фактах» еще в 1986 году, в 1986 году, академик Скрипни Юрий Константинович, это наш учитель, вот, он написал о том, что сколько было всего больных, как болели люди, и что такое венерические заболевания. Первые цифры открыты. До определенного, до 80-х годов у нас почти все бумаги, все приказы, вся нормативная база была до служебного пользования. Приказы, инструкции, методические рекомендации по лечению, по диагностике, они были все документы служебного пользования. Пользовались врачи в основном венерологи. По тем временам, кто были в Самаре, врачи-венерологи, все были очень известные люди. Это и кафедральное, это и практическое здравоохранение. А вот в 90-м году, когда вот это вот все, когда действительно произошло вот это вот, видите, к этому как-то перестройка дала отчет, начало, вот, как вы сказали, падения нравственных этих устоев. Но я не считаю, что это падение. Население ведь одно и то же, и дети, и родители, и их дети. Мы дети одного времени до сих пор, вот, и одного народа, так сказать. Поэтому, когда вот в 91-м году вот это все началось, действительно, тогда начался, как там, люди были раскрепощены, раскрепощены, у людей появилась возможность для поездок, для больших коммуникаций. Так всплеск-то все-таки был? Всплеск был. И всплеск был очень такой серьезный, кстати. Вот когда мне говорят о том, что вот сейчас вот у нас рост, вот у нас есть там, рост выросл там на 5%, на 10%, 15%. Вот я вспоминаю 1996 год. 1995, 1996, 1997, 1998 годы – это был всплеск. Вообще, венерические заболевания, в частности, сифилис, считалось, специалистами-педиологами считают, что есть динамика, есть синусоиды, которые повторяются каждые 12-13 лет. Вот в 1996 году, чтобы, опять-таки, я озвучу сейчас те цифры, они были не закрыты, они были в печати, просто многие забываются же. В 1996 году, в 1997 году в Самарской области переболело сифилисом 10 тысяч человек. Это 10 тысяч больных, 9900 там с чем-то. Это при том случае, когда мы говорим о том, что есть государственная регистрация. Вполне возможно, не все регистрировались. Вполне возможно, было какое-то лечение, там, самолечение, или там друг друга лечил, кто-то по опыту старших товарищей, кто-то там, у кого-то врачи в семье, или там кого-то, кто-то просто мог в аптеку прийти, взять лекарство и пролечиться. Но вот 10 тысяч почти человек болели. Но на каждые 10 тысяч человек 1-2 половых контакта. У нее есть муж, у него есть жена, то есть это в любом случае, это уже 20 тысяч. Были половые контакты, были бытовые контакты. То есть через кожу венслужбу прошло порядка 40 тысяч человек. Вот эти цифры напоминают сейчас то, что вот мы ковидом сколько пациентов пролежало. Это был обвал. Да, давайте мы экскурс на этом, наверное, закончим. Перейдем к практическим вещам. А что сегодня? Вот сегодня все-таки очень много информации, очень много средств защиты. И, наверное, вот инфекции, передающиеся половым путем, не особо актуальны, как мне кажется сегодня, или я ошибаюсь? Вы не ошибаетесь, оно может быть не такое актуально, оно актуально для определенного круга, или определенных людей. Те, которые актуальны, которые ведут рисковый образ жизни, они одинокие, им надо куда-то себя деть, они ездят, они уехали в какой-то секс-тур, там, Таиланд, или еще куда-то. Всегда есть категория этих людей, которые, так сказать, ходят по минному полю, давайте так скажем. На сегодняшний день, вот мои коллеги, сейчас вот у нас дерматовенерология и венерология, идут два направления. Одни считают, что у нас будет впереди, будет много больных. Вот учитывая, опять-таки, ваши, так сказать, аргументы по поводу того, что там много того, много сего, я думаю, что рост определенный, он уже есть. У наших коллег в Татарстане заболеваемость выросла примерно на 20%. В Екатеринбурге, там, столько же. В Москве определенные категории тоже есть, там, рост. В Санкт-Петербурге, в крупных городах. У нас тоже есть рост 12%. Но, если посмотреть специфику, в Москве очень много сифилиса выявляется у приезжих, у мигрантов. У нас, мы тоже все анализируем. Минздрав, это эти вопросы держат жестко под контролем. Мы относимся к управлению социально значимых заболеваний. Мы практически каждый месяц отчитываемся перед Минздравом и перед Роспотребнадзором. Вот, поэтому я вам не скажу, что в Самарской области будет какой-то всплеск большой. Рост определенный будет. Но даже на сегодняшний день, вот это 23-й год, сегодня там 14 декабря, у нас есть определенный рост, но он не такой большой. Если за один месяц было там 400, в этом году 415 человек, но в прошлом году было всего около 300. То есть, есть определенный рост. Но мы до сегодняшнего дня не достигли 2019 года. 2019 года. Вы знаете, вот интересно, почему 2019 год? Мы многие вещи сравниваем. Это предэпидемический момент, когда были, вспомните, все кругом, это нельзя, торговые центры закрыты, ночные клубы закрыты, рестораны закрыты, локдаун-то был. У нас это еще более-менее приемлемо. В Китае вообще были. Были разорваны большинство социальных связей. Люди перестали практически ездить куда-либо. Люди перестали общаться. В торговых центрах спиртной, опять-таки, надо было за ним как-то еще потрудиться, чтобы это все привезти и дома употреблять алкоголь. А это один из самых растормаживающих моментов. Поэтому, да, определенные есть. Но у нас будет случаев в этом году не более 450. В сравнении, даже вот смотрите. Ну, это не 330 миллионов, конечно. Но, тем не менее, давайте мы сейчас на минутку покинем студию, узнаем, что произошло в здравоохранении России и региона за ту неделю, что мы не виделись. После этого продолжим разговор. Эпидемия вирусных инфекций в регионе набирает обороты. Отделения уже начали работать с некоторой перегрузкой. Число развернутых коек увеличили вдвое. Медики призывают граждан вспомнить о самоизоляции, носить маски и вакцинироваться. В России прорабатывают вопрос об увеличении выплат медикам за выявление онкозаболеваний. Сейчас за каждый случай обнаруженной опухоли 500 рублей получает врач, проводивший диспансеризацию. 250 – медицинский работник, направивший пациента на осмотр онколога. Еще 250 рублей – медработник, во время установивший диспансерное наблюдение. В регион поступила очередная партия вакцин. Дополнительно закуплены 45 тысяч доз вакцины от гриппа и 56 тысяч доз от коронавируса. Прививки от гриппа сделали почти 1 миллион 300 тысяч жителей области. На выставке «Россия» в Москве выступили главные внештатные специалисты Минздрава Самарской области по онкологии и кардиологии. Спикеры рассказали о промежуточных итогах реализации федеральных проектов и развитии специализированных служб. В регионе уделяется особое внимание профилактике опасных для жизни заболеваний, повышению доступности и качества онкологической и кардиологической помощи. В Самарский онкодиспансер пришли работать 24 молодых специалиста. При трудоустройстве им полагаются подъемные, компенсация аренды жилья и другие меры поддержки. Большим стимулом является возможность заниматься наукой под руководством наставников. Мы возвращаемся в студию. У нас сегодня в гостях Ильдар Шакуров, главный внештатный специалист дерматовенеролог Минздрава Самарской области. И тема, если вы не были на первой части программы, мы сегодня говорим про венерические заболевания, либо инфекции, передающиеся половым путем, что звучит как-то все-таки деликатнее. Ильдар Гомирович, вот те случаи, описанные, может быть, еще у Бунина, страшные, когда в результате невылеченного заболевания у человека проваливался нос, что там он буквально умирал. Наверное, это не приметы сегодняшнего дня, но тем не менее, чем опасны эти инфекции, о которых мы говорим? Ну, во-первых, действительно, сейчас у нас провалившиеся носа, поражения каких-то внутренних органов, это довольно-таки редкое явление. Но вместе с тем я хотел бы ответить, что почти практически на сегодняшний день до 80% всех инфекций, передаваемых по плану путем, в частности, сифилис, это более поздняя форма. То есть, если мы говорим о каких-то осложнениях или что-то, ну, в первую очередь для молодежи, это, конечно, чревато осложнениями на органах репродуктивных функций. То есть, это в любом случае на беременность, на течение беременности, на то, как забеременеть, осложнение. И много всего чего будет сопровождаться вот этими проблемами. Вместе с тем, конечно, есть проблемы, семейные проблемы. Опять-таки, это все приводит, это все проблемы взаимоотношений в паре. Дальше. Поздние формы могут привести к нейросиферису и вестеральному сиферису. Это только так кажется, что их нет. Они есть. Вот мы сейчас сталкиваемся с тем, что, например, вот человек записался на очередь, плановую операцию, например, в глазную больницу или другую какую-то больницу. И вдруг у него берут кровь, и вдруг у него выясняется о том, что у него сифилис. Мы начинаем разбираться. В этом плане государство, конечно, это все жестко контролирует. И несмотря на то, что многие вещи, казалось бы, у нас не совсем так делается, как хотелось бы, но в то же время государство не оставило за собой право профилактических. Вот эти государственные мероприятия, которые, когда вы сами с этим сталкиваетесь, попробуя лечь в больницу, первым делом у тебя на следующее утро возьмут кровь. На что берут? На сифилис, на ВИЧ. Иногда могут взять на гепатиты и так далее. Поэтому то, что касается осложнений, это естественно. И осложнения, какие могут быть, они могут быть. Но вместе с тем я хотел бы сказать, что в Самарской области на сегодняшний день нет невылеченных, недолеченных, недолеченных больных, у которых мы выявили ту или иную инфекцию, передаваемую половым путем. Все инфекции, кроме инфекции, передающейся половым путем, кроме ВИЧ, у ВИЧ там вообще другие проблемы. Да, значит, кроме ВИЧ, все те инфекции, которые в нашей компетенции, в компетенции кожевендиспансера, кожевендслужбы, они все вылечиваются. Вы сказали, к вам приходят в основном поздние стадии. Это означает, что человек не знал о своем заболевании. Все инфекции, передающиеся половым путем, протекают сначала скрыто. Ну, практически есть инкубационный период. Инкубационный период опять зависит от того, что какое это заболевание. Там сифилис – это 21 день классический, там гонореи – 2, 3, 4 дня. Холомедия – могут до 15 дней. Уроплазмы – то же самое. Могут быть, может быть скрытые течения. В любом случае, в любом случае, конечно, в Самарской области на сегодняшний день скрытая форма, не скрытая форма, с проявлениями, с симптоматикой. Вы должны понять, и население должно понять, что вся помощь вензаболеваниям мы относим к социально значимым заболеваниям. Есть постановление правительства 1875, которое говорит, что вензаболевания, в частности, про которое мы говорили, – это заболевания социально значимые. – Ведут к распаду семей. – Да, да, социально значимые заболевания. И социально значимые заболевания, естественно, оказывается медицинская помощь в соответствии с порядками, с федеральными клиническими рекомендациями, и в соответствии с знанием, компетенцией врача, профстандарта врача-дарматовенеролога. В Самарской области это все соблюдается, жестко требуется, жестко прослеживается и нами, Роспотребнадзором, Росздравнадзором. – Где и какие анализы можно сдать, если вдруг появилось подозрение, что что-то не то? – Но самое простое, самое простое, на сегодняшний день дерматовенерология, дерматология, венерология. Про дерматологию мы уже говорили, это в системе обязательного медицинского страхования. Все венозаболевания обследуются, лечатся, проходит реабилитация, и клиник сирологический контроль после лечения проводится в соответствии с государственным заданием. Государственные задания, опять-таки, рассчитываются по нормативам, и каждому из кожевендиспансеров, три кожевендиспансера, почти 21 сельский ЦРБ, где определены госзадания на обследование, лечение, реабилитацию венозаболевания. – Но люди-то не знают об этом? Вот куда пойти конкретно? Вот прямо скажите. – Я думаю, что население… – И как пойти? Насколько это сложно? – Мы мониторили это все, знают люди или не знают. Но у людей, во-первых, есть возможность. Первое – пролечиться в государственной службе, это в кожевендиспансере. И кожевендиспансере в Самаре он один, областной кожевендиспансер, со своими подразделениями в Кировском, Железнодорожном, в Октябрьском районе, и в центре города, это на Вензако-35. Ну уж, если говорить о том, что знает, не знает, но Вензако-35, мне кажется, все знают. – Ну, чтобы сдать анализ, не нужно же заранее запись? Можно просто прийти и это сделать? – Обычно, конечно, можно записаться, можно просто прийти. У нас и этот вариант записи, и приема остается. Мы рассматриваем венозаболевание как экстренное заболевание. Если у него есть какое-то венозаболевание, он должен получить лечение быстро и качественно. Почему? Потому что, чтобы он не заразил других, чтобы не заразил дома, не заразил в обществе, в коллективе, если у него есть какие-то проявления. – А диагностика, она длительная? Насколько она эффективна сейчас? – Мы можем ответ дать практически на некоторые заболевания, мы можем ответ дать в течение 30 минут. Мы можем, если это… Ну, еще хотел бы что сказать. В соответствии с порядками, в Кожевин-диспансере, в областном, в Тольяттинском, в Сызранском есть свои лаборатории, которые обязаны это делать. В их компетенции это диагностика всех заболеваний, передающихся половым путем. Если у нас есть необходимость что-то уточнить, у нас есть хорошие прямые контакты с нашим главным институтом, мы бывало обследовали там, правда, не вензаболевания, мы там лепру обследовали, смотрели, с ним консультировались. Есть или медицинские консультации, мы это можем делать. На сегодняшний день Кожевин-служб практически в Самарской области владеет всеми методиками диагностики. Это микроскопия, это ПЦР, это иммуноферментный анализ и практически все анализы, которые связаны со скопией. А по поводу лечения, все-таки осмелюсь предположить, что, наверное, лет 20-30 назад оно было более жесткое и более небезопасное для других каких-то органов. Насколько сейчас вот методы лечения изменились и насколько они эффективны? Я не думаю, что сейчас что-то такое вот мы упростили, в принципе, и раньше были. Я же уже говорил, что все документы были для служебного пользования. Я помню, самые первые инструкции по лечению вензаболеваний, начиная от 50-х годов. Понятно, что тогда антибиотиков не было, лечили там, были случаи там особенно до войны, до Великой Отечественной войны. Конечно, лечили и висмутом, и серебром, и много чем лечили, да. Но когда было выявлено, когда был принят схемы пенициллин, было принято лечение, схемы лечения уже определены государством, как должно лечиться. Мы сейчас лечим, можем лечить амбулаторно, мы можем лечить в условиях стационара. Кстати, я даже вам больше скажу, это гордость Самарской области, Куйбышевской области, одним из основоположников современного метода лечения сифилиса препаратами, уплотненным методом, это Борис Алексеевич Денин, это наш профессор. А можно одним уколом вылечить заболевание? Что? Говорят, можно вылечить одним уколом. Есть уже такие препараты? Есть такие. Ну, во-первых, сифилис одним уколом, это все-таки сложно. Вот это все-таки не надо под наблюдением врачей, это одним уколом, это, скорее всего, не пройдет. Но профилактику можно провести, ну, я имею в виду, в каком плане. Вот человек ехал в поезде, у него была связь, и вот у него есть такое, вот есть такое то, что он может заразиться, он может действительно к нам прийти. То есть он может какую-то страховку для себя. Предупредить. Практически все заболевания, все заболевания можно так или иначе провести профилактический прием, профилактический осмотр. Вот буквально несколько минут у нас осталось. Понятно, что если кто-то из супругов заподозрил у себя вот такое заболевание, то пойти лечиться, это, ну, наверное, уже самое последнее дело. Тянут до последнего и пытаются лечиться. Ну, в аптеку же сейчас можно прийти, и там все, провизор тебе посоветует, что купите вот это и это, выпейте. Вот по поводу самолечения, что скажете? Самолечение, это вот в этих вопросах, это самое вредное. Это, во-первых, мы друг друга обманываем, мы обманываем друг друга в паре, мы обманываем врача. И в конечном итоге я хотел бы вот что сказать. Даже если человек действительно пролечился, и он думает о том, что об этом никто не знает, ну, бывают такие случаи. Вот был случай, появился Сифер с женой, он не спал, или с мужем не спала долгое время, не было контакта. И вот он думает, что все, и вот, ну, давайте не в аптеку, где-нибудь там, в озоне или еще где-нибудь. Ну, да, это несложно сейчас. Да, это несложно. Нашли антибиотики, пролечились. Врач-венеролог при определенных условиях в любом случае узнает о том, что было лечение, что сифилис в организме человека был. Есть современные методы диагностики, которые определяют. Это в основном иммуноферментный анализ, это в основном иммуноблотинги, это, как это, сейчас как очень модно говорят, иммуноглобулины, М, А, Г, вот это все. Мы в любом случае об этом узнаем. Поэтому здесь имеет смысл скрывать это все. Это уже решение в паре, решение партнера, между партнерами. А это осложняет эффективность лечения, когда человек уже вот после попробованных там разных препаратов? После опробованных лечений мы чаще всего перепроверяем. Если есть необходимость, назначаем новое лечение, повторное лечение. У нас такие случаи есть. Мы знаем, что возможно такое. Сейчас в обществе это возможно. Поэтому это ситуация проконтролируемая. Это действительно мы можем помочь. Самым лечением лучше не заниматься. Лучше подойти к специалисту. Кстати, ведь есть анонимное лечение. Можно тоже самое к специалисту подойти, анонимно пролечиться. Это возможно на сегодняшний день. Это под контролем, под контролем врача. Это возможно. Но вместе с тем, ну, вот вы знаете, вот интересный такой момент же. Когда мы говорим о парах, когда человек вступает в сексуальные отношения с другим человеком, конечно, надо об этом узнать бы статус. Люди должны быть откровенны и люди должны быть честны перед друг с другом. Это большое желание. Мы с вами уже, да, в такие пошли области. Благодарю вас за сегодняшний эфир. И увидимся с нашими зрителями ровно через неделю. Не болейте, пожалуйста. Будьте здоровы. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова